Мастеровань Мород – фестиваль мордовского фольклора и декоративно-прикладного творчества. Последний раз праздничные гуляния проходили четыре года назад, еще до пандемии коронавируса. Фестиваль стал долгожданным. Его возвращение ждал Мордва со всей России. На Мастеровань Мород в село Кивать в этом году приехали гости из восьми регионов страны. Несколько сотен гостей целый вечер наслаждались обрядами, традициями и музыкой. Украшением праздника стали коллективы из Саранской и Пензы. Когда приезжают сюда к нам гости, они надеются, что каждый год этот праздник, потому что его нет такого праздника больше в России. И это привлекает особенно людей из других регионов к нам сюда. И для нас он является праздником таким значимым вообще в принципе для Ульяновской области. Это понял самый главный губернатор Алексей Юрьевич Русских. И он дал это самое добро и помог даже в принципе финансово для того, чтобы этот праздник был проведен. На гуляние в Кивать заглянул Тюштя – вождь мордовского народа, полубог, который научил их различным ремеслам. Эрзи и Мокши очень почитают Тютшу. На фестивале гости могли прийти на кереметь, священное место и загадать желание в специальную трубу похлопать себя или товарища березовым веником для отпугивания всех болезней и попросить у богини-матери, ангипотяя, счастья в семье, вторую половинку или ребенка. Также ни одно мордовское гуляние не обходится без спортивных состязаний. Для взрослых это бревно, бревно у нас, которое будут поднимать, состязаться. Значит, бревно молодежь подходит, мерит. Оно площадка действует в течение всего праздника. Потом в конце мы подводим итоги. И лучший показавший результат на главной сцене праздника будут награжаться ценными подарками. Кроме этого у нас есть деревянный мяч. Тоже ребята кидают на дальность. На праздники не обойтись и без традиционных угощений. Каймака, картофельный пирог, коза, пшеничные блины и пшеная каша – атрибуты праздников и застольев мордвы. Национальными кушаниями выходные кормили не только в Кузоватском районе, но и в Теренгульском. Там для местной мордвы состоялся шумбрат. На этих праздниках мы детей приучаем к нашим традициям, нашим обрядам. И чтобы они не забывали именно дело наших бабушек, прабабушек. И чтобы их дело продолжали наши дети. Вот что, к чему я научилась, это все от моих бабушек – мамы, папы. Они были очень трудолюбивыми людьми. И кто шил, кто прял, кто шитьем занимался. Я кое-что приобрела. В кружок Елене Мартыновой ходят дети разных национальностей. Они узнают о мордовских праздниках, блюдах, обрядах и традициях. Каждый год на районном шумбрате ребята делятся полученными знаниями и проводят мастер-классы. В этом году гости праздника могли сделать оберег для молодоженов куклы-неразлучников. Она изготавливается на основании аналогии, вернее, куклы-куватки. Называется неразлучникой, потому что у нее одна рука на пару. То есть это означает, что молодожены, они будут идти рука об руку и в радости, и в горе, и всегда будут вместе. Еще важно знать, что ткань для куклы желательно рвать, потому что именно оторванная ткань, она считается, что не пропустит никакую нечистую силу. Также праздничные гуляния прошли в Павловском и Ульяновском районах. Мордовский народ бережно сохраняет и популяризирует традиции и язык эрзя и мокши. Светлана Карпухина, Олег Тоньшин, Уллпродетове.